Нынешний год для популярной игры стал очень насыщенным и многогранным. 8 ноября клубу веселых и находчивых исполнилось 56 лет, а президенту Международной ассоциации клубов Александру Маслякову 76. По такому доброму случаю мы решили вспомнить несколько интересных фактов про самую известную юмористическую игру в стране и ее постоянного ведущего. Хотя какая же эта игра? КВН – это образ жизни. Все знают, что КВН – это клуб веселых и находчивых. Но уже не все помнят, что в начале 60-х так назывался телевизор – КВН-49. Это чудо техники смотрели через линзу, наполненную водой для увеличения изображения. Жена шахматиста приходит домой пьяная на четвереньках, потому что королева может ходить как хочет. За неделю до первого эфира КВН в 1961 году из мавзолея вынесли и захоронили у Кремлевской стены тело Сталина. То ли просто совпадение, то ли два признака потепления в стране. Замечено, чем больше госчиновник находится в творческом поиске, тем дольше он потом находится в федеральном розыске. Первые семь лет передача выходила только в прямом эфире телевидения. Видеозаписи просто не существовало. Незадолго до временного закрытия телепередачи в 1971 году участникам запретили выходить на сцену с бородой. Якобы цензоры усмотрели в этом усмешку над Карлом Марксом. Недавно я послушал новый альбом «Земфиры» и не понял смысла ни одной песни. А вы разбираетесь в современной музыке? Нам тренер запрещает есть «Земфиры». Несмотря на то, что в каждом втором российском городе вам обязательно покажут зону, на которой Масляков сидел за валютные махинации, Александр Васильевич никогда не был судим. А слухи родились, когда программа исчезла, и народу требовалось логичное объяснение этого. Кто-то предположил, может, ведущего посадили. И пошло-поехало. Вчера на дискотеке был задержан Маяк Акапян. У него было найдено 2 грамма симселябим и коробок ахалай-махалай. Когда КВН возрождали, в 1986 году всерьез обсуждали идеи, что вести программу будет не человек, а два компьютера – Саша и Маша. Тогда тоже были популярны идеи модернизации. К счастью, в итоге идею отклонили. Когда Анфиса Чехова сидит у стоматолога, рот открыт у обоих. В базе данных Международного союза клуба веселых и находчивых более 7 тысяч команд по всему миру. Больше всего команд за сезон высшей лиги сыграло в 1998 году. 15. Этот рекорд до сих пор не побит. Служебные документы, которые подписывает Александр Масляков как руководитель Международного союза КВН, называются «Указы президента». 20 ноября 1987 года в КВН вышла первая отечественная телевизионная реклама. Рекламировали часы «Чайка», снялись вне члены команды КВН Московского инженерно-строительного института. Год прошел, а им хоть бы что. Да, ну, не. И тут до сих пор не подводил. Ага, спасибо, Рад. Вы скажете, охотничья фантазия. Но кварцевые часы «Чайка» действительно работают в течение года на одной миниатюрной батарейке. И это достоверный факт. Недавно Юрий Михайлович Лужков нашел заначку своей жены. Заначкой оказался жилой комплекс на северо-западе Москвы. В 1996-м игру впервые посетил глава государства президент Борис Ельцин. Каждая команда считала своим долгом пошутить по поводу высокого гостя. С тех пор традиция закрепилась. На играх бывали и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев, и многие другие. Как известно, мужчина, родивший ребенка, получит миллион долларов. А Геннадий Зюганов заявил, что накинет еще 10 тысяч рублей лично от себя, если тот родит коммуниста. Международный день КВН поклонники отмечают 8 ноября каждого года. В этот день в 1961-м вышла первая программа. Идею праздника предложил Александр Масляков в 2001-м году. В 2006-м Александр Масляков был награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Также он лауреат премии ТЭФИ и обладатель почетных орденов Украины и Казахстана. Из Госдумы выкинули старую мебель, и бомжи вступили в борьбу за депутатское кресло. 1 апреля 1976-го в честь Александра Маслякова был назван астероид, открытый астрономом Крымской обсерватории Николаем Степановичем Черных. Буквы в номере автомобиля Александра Васильевича, разумеется, те самые КВН. И тщеславие тут ни при чем. Гаишники настаивали, мол, подарок. Надежда Бабкина закончила свою первую брачную ночь словами «Все!» КВН – это больше, чем юмор. И, конечно же, смех ни при чем. Это воздух, который ты выбрал. И тебе все теперь нипочем. КВН – игра поколений. Этот дух помогает прожить, растереть милой шуткой проблему, здесь не время и место тужить. Если было интересно и занимательно, то нажми кнопочку «Подписаться» на канал, чтобы следить и быть в курсе новых видео. «Звездный океан» всегда с тобою. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...